Если тело совершает плоское движение, то скорость одной точки, выразить через скорость другой точки, может быть известной векторной формуле. Значит, скорость b вокруг а вычисляется через векторные произведения омега-1. Это угловая скорость вот этого звена, или фактически тело, на котором находятся точки а и b. И а, b – это вектор, исходящий из той точки, которая условно считается известной, скорость точки а, в точку, которая является искомой. То есть, вообще-то не точка искомой, конечно, а скорость этой точки. Но если мы эту формулу векторную распишем покоординатно, то получаются простые формулы. Но есть очень интересная методика, так называемый метод кинематических графов, которые позволяют проще, удобнее, быстрее, ну и как-то легко запоминать, решать задачу на эту тему. Фактически удобная форма записи вот этого уравнения. Так называемый кинематический граф. Пишется он, как обычный, в дискретной математике есть такое понятие графа. Это направленный такой, вайт-орграф, вот это ориентированный граф. Вайт-неограф, но это отдельный вопрос. В дискретной математике здесь не то только термин граф. Граф – это вершины, здесь а и b. И вот это ребро. Фактически даже не ребро, а дуга. Как правильно это называется? Дуга. Итак, вот этот значок означает, что мы будем вычислять скорость точки B через скорость точки A. Φ1 указывает, что угол, это очень важное понятие сейчас мы скажем. Φ1 – это угол между положительным направлением оси Х, принятой правой системой координат, и х горизонтальная направо, у вверх. Так вот, это Φ1 отсчитываем от положительного направления оси Х к отрезку А, Б, то есть отрезку, исходящую из точки А в точку Б, фактически вектор, и положительное направление угла против часовой стрелки. Итак, Φ1 – угол отсчитываем против часовой стрелки от положительного направления оси Х к направлению движения, фактически. Вот А, Б, мы движемся, ну, в своем гоносологическом смысле, от А к Б. Значит, впервые этот метод кинематических графов был введен Новожиловым Игорем Васильевичем, Новожиловым Игорем Васильевичем, профессором Московского энергетического института, потом Московского университета, и Михаилом Феосеевичем Зацепиным. Эти два ученых впервые предложили этот способ и опубликовали в своей книге, вышедшей в издательстве Высшей школы в 1986 году. Итак, вот это векторное равенство согласно методу Новожилового Игорема Цепина, и фактически, и так очевидно, что расписывается в такой формуле. В такой форме В, Б, В, А. Значит, первое уравнение содержит минус и синусы, и х-овые компоненты. Второе – у, косинусы и плюсы. Это мы будем делать неоднократно. Итак, такому графу соответствуют два уравнения. В проекции на ОСИКС на ОСИКС на ОСИКС. Всегда пишется сначала скорость той точки К, куда мы пришли, потом равняется скорость точки, откуда вышли, потом в первом уравнении минус и синус, то есть длина отрезка и угловая скорость, обратите внимание, что в проекции на ОСИКС Z. То есть это не модуль угловой скоростью, спасибо уж. Это угловая скорость со знаком, проект с на ОСИКС на ОСИКС. ЗЭКС направлено на зрителя. То же самое на ОСИКС, только здесь будет плюс, ИКС и косинус. Рассмотрим конкретный пример. Вот у нас многозвенный механизм, ну тут трехзвенный механизм. Один, два, три. Как составить кинематический граф? Значит, фокус этого графа стоит в том, что мы выражаем скорость точки D через А, минуя фактически B и C. Если так, в общем, как выражаешь B через А, C через B, D через C, а потом занимается исключением ненужных скоростей B и C. А вот по методу графа очень просто записывается. Итак, пишем граф. Как мы договаривались, Фи-1 против часовой стрелки, это Фи-1, Фи-2, Фи-3. Здесь пришлось сделать вот такой большой обход. Конечно, если не охота делать так вот, можно написать минус вот этот угол, вот минус этот угол. Фактически будет, ну там, допустим, условно, 45 градусов, да? Значит, либо это будет 360 минус 45, насколько получается, 315, да? Либо 315, либо минус 45. Это одно и то же здесь можно ставить. Ну, а вверху иногда ставят номера звеньев, иногда длинные, но это по-разному. В любом случае, вот этому графу соответствуют два таких уравнения. Значит, х-овая и у-ковая. Х-овая содержит х-овые компоненты минусы и синусы, а у-ковая плюсы, у-ки и косинусы. Итак, первое из выражений, значит, это левая часть. Это куда мы пришли, то есть в точку D. Начинается, откуда вышли, скорость точки А, потом идут минусы, соответственно, А, Б, это вот это часть, потом Б, С, вот это Б, С, потом С, Д, ну и углы. Логично на ось У. Ну и естественно, что можно получить те же уравнения, фактически, точности до обозначения, может быть. Нет, точности до знаков там переделать придется. И с ним пройдем Д, С, Б, А. Можно и так пройти. Значит, если Д, С, Б, А, то будут углы уже вот эти вот. Они будут отличаться со штрихами от этих, причем отличаться будут на Пи. Ну, это совершенно очевидно, что вот этот угол отсчитывается от положительного направления С, вот к направлению движения. А движение тоже в обратную сторону, от С к Б. Д, С, Б, А. Ну, тогда вот этому графу надо уже писать, что? Куда пришли? К, значит, В, А, Х равняется В, Д, Х. Ну, то же самое, только нам поменять местами, да? Минус, ну и дальше, Д, С на омегу 3 и на синус Фи 3 штрих там, да? И так далее, и так далее. Вот это метки нематических графов. Применим его для решения какой-нибудь конкретной задачи. Вот рассмотрим задачу номер 21. Вот мы прямо сразу покажем ее в анимации. Вот видите, вот такой механизм, вот он движется. Вот как он получен, это, кстати, сделано с помощью Мэпла. Это тема отдельной лекции. Тут подгружается специальная программа. Это мы отдельно расскажем. Там, посмотрите, что за механизм будем изучать. Итак, в этом механизме задникает угловая скорость, заданы размеры, положение шарниров, найти угловые скорости других звеньев. Значит, тогда мы сформулируем эту задачу вот таким образом. Вот это в Мэпле. Здесь просто вставлен рисунок в Мэпле. Вот это условие задачи. Задано омега ОА, то есть вот этого ведущего звена ОА. Задано значение секунду в минус первую, то есть единица на секунду или радиан на секунду. Заданы все длинности, нет, они все целые. Задан угол, точнее не самый угол, а косинус угла. Не стоит здесь после этого, когда косинус альфа равняется 4,5, искать угол. Это нам сам угол-то не нужен, нужен только косинус и синус. Итак, решаем с помощью кинематических графов, используя специальные программы. Сначала нам потребуется программа граф М под программу. Она разработана нами и в свободном доступе в интернете. Сейчас зайдем на сайт. Вот сайт. На главную страницу. Сайт вузэкспоненты.ру. Тут много чего интересного есть. Можно посмотреть. Но нас интересует в данном случае раздел Мэппл. Так, кстати, вот здесь вот интересный кинематический механизм, построенный не с помощью Мэппла, а с помощью экшн-скрипта. Но это тоже отдельная лекция. Я непременно ее прочитаю. Итак, зайдем в Мэппл. И там скачаем необходимые программы. Вот граф М нам потребуется. Мы сейчас не будем скачивать. Кстати, он в архиве. Рара. И подправим для рисунков. Так что вот здесь все свободно можно скачать. Займемся этой задачей. Итак, рестарт. Подгружаем граф М. Значит, граф М для того, чтобы мы можем кинематический граф описать автоматически. Начинаем с того, что указываем нулевые скорости. Ну, выбираем скорость. Можно V большой, можно V маленькая обозначать. Но пускай V маленькая. 0, это фактически точка, даже не 0, это O скорее. Да, пожалуй, O. Но проверим. Это 0 или O. Нет, это был нолик. Видите, это нолик, а это вот O. Будьте внимательны. Разница в написании. Итак, скорость точки O, X1, Y2, фактически двумерный массив. Потом точки F, скоростью 0. И здесь присвоено 0, и здесь знак повторения 6. 6 раз. Конечно, можно было написать 6 равенств. В 0, 1 равна 0 и так далее. Но мы написали так сокращенно. Потом напишем, чему равна Омега-1. Омега-1. Вот. Омега-1 у нас обозначено, это Омега-ОА. Ну и, конечно, мы даже были пронавировать эти все звенья. Но это у нас под номером 1. А затем ввели размеры B, C, T и так далее. Все размеры. Альфа, ну, пришлось вычислить аркосинус. Так удобно в данном случае. А потом пишем ГР-1. Ну, это условное обозначение ГР-1. Может, там было написать граф по-русски. Но лучше не писать как вот это, чтобы не совпадало. Граф – это уже мы не имеем права менять обозначение этого оператора. Он вшит вот сюда, вот граф М. Пишем граф. Первая скобка – это точки. Как мы прошли, ну, как мы в данном случае прошли. С, Б, А, О. С, Б, А, О. Потом соответствующие Б, С, А, Б, А, О. Это вот длинные. Они уже, кстати, заданы. Потом углы. Действительно. Почему? Смотрите, П плюс Альфа. Только П большое надо писать. Потому что вот этот вот тупой угол. Вот. П плюс Альфа. Потом П пополам, кверху. Потом П налево. Потом Омега-5. Это у нас Омега-5. Потом Омега-2. А то Омега-1. Таким образом, получается два уравнения. Вот и кверху на один, и кверху на два. Которые содержат две неизвестных. Омега-5 и Омега-2. Вот они. Омега-5 и Омега-2. Можем сразу бы решить. Но мы воздержимся. И сейчас вот составляем второй граф. Граф ФЕДАО. Длинный такой получается. Итак. ФЕДАО. Вот. ФЕДАО. Не подглядываем. Мы сейчас скажем, какие-то другие будут. ФЕП пополам. Потом 0. Потом опять П пополам. А потом ПИ. Проверим. Итак. Пип пополам. Вот. Где у нас граф 2. Вот. Пип пополам. 0. Пип пополам. ПИ. Все верно. И соответствующие угловые скорости ставим. Потом забираем из этого графа уравнение. И поставляем оператор соловая. Эквичный один. Эквичный два. Нажимаем Enter. И получается выражение. Кстати, между прочим, здесь вот можно было не писать Омега чему. Здесь других неизвестных нет. Давайте мы сейчас чуть-чуть поэкспериментируем. Во-первых, выполним это вот. Сюда поставили курсор. Нажали Enter. Вот. Ну вот видно все в порядке. А теперь возьмем вот здесь. Вот это решение у нас. Омега 2. Омега 4. Омега 3. 5. Все даны. Здесь возьмем для сокращения. И сотрем. И опять пропустим. Ну, в принципе, можно было нажать просто 3 восклицательных знака. Тогда все сразу же. Ага. Решение получено. Решение получено. Так. А здесь что-то какая-то ошибка. Ну да, если мы просто это репетируем, там, это не нужно. Так. Можно еще кое-что упростить. Посмотрите. Здесь можно, здесь написать вместо equation 3, equation 4. Просто сам граф. Но граф-то он содержит квадратные скобки. Поэтому пишем op. Это убрать квадратные скобки. А здесь пишем gr2, к примеру. Вот. Еще будет короче запись. И опять выполним. Лобнее всего, конечно, 3 восклицательный знак. Она все прогонит вперед. Вот. Таким образом сдача решена. Вот.